Дорогие телезрители, с днём Великой Победы! Сегодня в специальном выпуске программы «Актуальный комментарий» протерей Георгий Климов поздравит всех ветеранов и каждого жителя нашей Родины с этим великим днём. Отец Георгий, здравствуйте! Здравствуйте! Вам слово в этот Великий День. В пользу случаем хотел бы действительно поздравить всех с днём Великой Победы. В первую очередь ветеранов, ветеранов труда, тыла, всех тех, кто сейчас носит такое почётное имя, как дети войны. Ну и, конечно, всех тех, кто не безразличен к судьбам нашей Родины, всех тех, кто знает, что значит Великая Победа для каждого из нас. И мне кажется, что пока сердце русского человека откликается, сердце россиянина откликается на то, что мы называем Великой Победой, Россия будет стоять. Наше Отечество всегда будет сильным, всегда будет крепким. Ну, иногда на праздники читают стихи. Я бы тоже хотел вспомнить небольшой стих о войне, который, ну, как мне кажется, очень чётко обозначает вот тот духовный настрой людей, вспоминающих о войне. Это стихотворение было написано в 60-е годы военным корреспондентом Вадимом Шефнером. Вот там такие слова. Нам снится не то, что хочется нам, а снится то, что хочется с нам. На нас до сих пор довоенные сны, как пулемёты наведены. И снятся пожары тем, кто ослеп, и сытому снится блокадный хлеб. И друзья, от которых вестей не ждём, во сне к нам запросто входят в дом. Входят друзья до военных лет, не зная, что их на свете нет. И снаряд, от которого случай спас осколком, во сне настигает нас. И вздрогнув, мы долго лежим во мгле, меж явью и сном, на ничьей земле. И дышится трудно, и ночь длина, камнем на сердце лежит война. И вот мне кажется, что пока в наших переживаниях вот этот камень будет лежать на сердце, мы будем всегда живы. И мы всегда будем едины, и мы всегда будем самым, наверное, сильным народом на земле. Спасибо, Господи. С праздником вас. До свидания. Дорогие ветераны, низкий вам поклон и огромное спасибо за нашу мирную жизнь. А всех россиян я поздравляю ещё раз с Днём Великой Победы. С праздником!